Будем честны, я так не могу, потому что новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП, вся дополнительная информация в описании. Пока все новостные издания, ну или хотя бы те, которые известны мне, обсуждают Влада Гантелию, и особо каких-то просветлений в этом плане нету, и каких-то отступлений также нету, а каждый видеоролик записывать о том, что вот Влад Гантеля показал, там, сколько он заработал с донатов, Влад Гантеля показал то, Влад Гантеля сделал это. Будем честны, я так не могу, потому что, ну, было бы глупо. Разумеется, я могу так все сделать, и это, я думаю, просмотры бы собирало, там, я не знаю, 500, 685, там, я не знаю, еще вот наподобие того. Но я не буду этого делать, просто потому что, ну, новости есть и другие, более-менее какие-то, и я их, наверное, буду, так, знаете, обсуждать без воды, дабы большому количеству людей, типа, все было понятно, и, типа, ну, все у всех было хорошо, наверное. Однако, ладно, давайте приступим к новостям из GTA Samba, из мобильного GTA Samba, из Life Mobile. GTA Legacy показали дизайн своего сайта с компьютера и лаунчер на телефоны. И, если честно, вообще не знаю, что такое GTA Legacy, и зачем они вообще что-то показывают, типа, GTA Legacy. Хоть кто-то слышал о GTA Legacy? Может быть, я записывал какие-то видеоролики про GTA Legacy уже, но они, видимо, настолько невзрачны, настолько неизвестны, настолько непонятны, настолько нецитируемы, что я даже не знаю, что это такое. Скорее всего, я могу предположить, возможно, это проект GTA Samba на телефоны, и, видимо, еще и, я не знаю, там, не, вряд ли на компьютеры, потому что они просто показали, там, дизайн своего сайта с компьютера и, типа, лаунчер с телефона, поэтому это мобильный, я так понимаю, проект. И, по-моему, вот у меня даже есть какие-то вот эти вот, знаете, просветления в памяти. По-моему, может быть, это самый первый проект в мобильном вот этом всем GTA Samba на Android. Может быть, я, опять же, не знаю. Ну, вот, дизайн сайта, ну, типа, знаете, вот обычно дизайн, он такой какой-то очень нагроможденный, какая-то вот эта вот вся прочая залупа тут есть, а в данном случае, ну, типа, все выглядит достаточно минималистично и просто, ну, хорошо. То есть, это приятно глазу, это, на это приятно посмотреть, тут есть всего одна кнопка и больше никаких кнопок нету. Типа, кнопка, насколько я могу понять, начать игру на, вот, сайте с компьютера, я не знаю, там, на телефоне эта кнопка запустить лаунчер. Может быть, ну, по-другому немного это как-то все происходит, но я вижу вот примерно вот и нечто такое. Может быть, кто-то из вас видит нечто другое вот во всем этом, но вот у меня лично вот такое. Вот как бы компьютер, вот как бы телефон, все, до свидания. То есть, я рассказал вам о GTA Legacy на компьютер, на телефон. Спасибо большое за просмотр данного видеоролика. Подписывайтесь на мой канал, если вам нравится такой формат новостей, то есть, чтобы он был без воды и без, вот, всех, знаете, прочих вещей, типа, чтобы, я не знаю, на 3, на 4, может быть, на 5 минут. Разумеется, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите в комментарии, мол, да, мы хотим продолжения, чтобы ты, вот, делал таких новостей побольше, и мы понимали вообще, что из себя представляет, там, я не знаю, GTA Legacy или вот какие-то подобные, может быть, там, я не знаю, Redmi Mobile, GTA Samp, смартфон Android, CRM, вроде того. Я играл на проекте ArizonaRulePlayFenix, IP, а также мой никнейм, а также мой промокод NoToxic54, а также вся дополнительная информация, она находится в описании данного видеоролика. Заходите туда и ознакомливайтесь с ней. Может быть, можете не ознакомливаться, типа, там же в описании есть ссылочка на мой телеграм-канал. Вот, это все, что я хотел сказать. До свидания, пока. Всем спасибо за прослушивание данного видеоролика. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok